На реках республики начались предупредительные противопаводковые мероприятия, в их числе ослабление прочности льда. Сегодня ход работ по зачернению и распиловке осмотрела республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям. К ним присоединился и наш корреспондент Виталий Абрамов. В связи с теплой ранней весной превентивные работы по ослаблению прочности льда в этом году стартовали чуть раньше. Зачернение и распиловка проводятся на 47 затороопасных участках на территории 16 улусов. Работы идут в Ленском районе, Олюкминском, Кангаласском, под городом Якутском, где мы сейчас находимся. И работы начаты на территории Намского луса. Это по реке Лена. Кроме того, через Министерство охраны и природы сегодня идут работы по реке Алдань и по реке Амга. В частности, на Кангаласском мысе работает бригада из 8 человек. Лед пилят ромбами, каждый в периметре по километру. Их должно быть 8. Мужики говорят, что в этом году толщина льда меньше обычного. Раньше я пилил по метру с лишним. Нынче, если пилю больше, значит вода выступает. Так что где-то 90 сантиметров пили. Так что это не будет нынче наводнение. Все равно речку подготовим к паводку. Вы спасете Яковску, да? Да, мы каждый год это делаем. Паводок этого года обещает быть непростым. Особенно в Колымской группе районов. Так что власти готовятся по наихудшему сценарию. По всей видимости, река Лена будет в Верховье скрываться более ранее сроки. Это не очень хороший прогноз, в силу того, что будет более продолжительный этот ледоход. Случай же оправдывания этого сценария во всей готовности уже находятся около 16 тысяч человек РСЧС Якутии. Спланирована работа уже 8 оперативных групп. Это 7 основных групп. Это по Лене-Алекминску. Сложная паводка, обстановка прогнозируется согласно прогнозам гидромета на территории Колыма. Колымской группы районов по реке Яна и по Индигирке. Поэтому на Колыму мы планируем две оперативные группы. Это в Среднеколымске и в населенном пункте Зирянка, Верхнеколымского района. А также в Верхоянский район по реке Яна. Также планируется работа оперативной группы главного управления и органов управления Якутской территориальной подсистемы. Спасатели всегда готовятся к осложнению ситуации, так как им нужно быть готовым ко всему. Так что это не означает, что все будет именно так. Возможно, все пройдет тихо и спокойно, как и в прошлом году. Напомним, тогда ледоход на территории республики начался 8 мая. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск. Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.